Космонавты Космонавты По мнению Энна Эргма, проработавшей всю жизнь в Институте астрономии, сейчас желание человечества освоить другую планету для проживания становится все ближе к воплощению. Я думаю, что человечеству сейчас все-таки такая есть мечта, что хотелось бы еще на поверхности одного планеты побывать. Это самый реальный, это Марс. Но это стоит огромные деньги. Я думаю, что чтобы поехать в Марс, полететь к Марсу, мы должны объединить все усилия всего человечества. Ни одна нация великая была бы не в состоянии делать сейчас только один. Но когда это будет? Я надеюсь, что в 21 веку. По мнению астрофизика Энна Эргма, Эстония через несколько лет может занять свое место в космических программах Европейского космического агентства и Евросоюза. Конечно, строительство собственного Байконура государству не под силу, да и бессмысленно. Однако участие в разработке технологий и обработке данных, получаемых с сателлитов, эстонцы могут поддержать на достойном уровне. Безграничность космоса и новые открытия позволяют говорить на научном уровне о существовании и внеземных цивилизаций. Другое дело, как войти в них, где с ними контакт, это другое дело. Но, конечно, они существуют. Но вопрос действительно возможности контакта, возможности обмена информацией, мы к ним летать не можем, и они к нам не могут. Потому что ближайшие такие же звезды, как наше Солнце, все-таки находятся очень далеко, в котором находится планета такого типа, как наша Солнечная система. Ну, контакты надо искать, и этим люди занимаются. Мы знаем, сейчас уже существует больше 200, так называемых, эксопланетов, которые обнаружены вокруг вот таких звезд, как наше Солнце. Когда Советский Союз занимал первое место среди космических исследований, эстонские ученые участвовали во многих из них. А знаменитая еда из тюбиков производилась в Пыльцамо. Сейчас стартовскими студентами создается первый эстонский спутник Эсткуб-1. По мнению Эргвы, путешествия в космосе, несмотря на все достижения, крайне опасны. И в частности, из-за того, что теперь в нашей Вселенной много мусора, оставленного человечеством. Ну, а космонавты до сих пор могут считаться героями за каждый вылет на просторы Вселенной. Елена Соломина, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!